МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значительно обновились не только стены и мебель, но и оборудование для обследования больных. После короткого визита в приемное отделение сразу на операцию в обновленный операционный блок. Для его капитального ремонта из областного бюджета выделено 11,5 миллионов рублей. Востребованность лечения глазных болезней растет. Кроме того, в последние годы наблюдается омоложение заболеваемости. Поэтому планируется и в дальнейшем развивать качество и уровень этой помощи. Покупать новое оборудование, создать лучшие условия для пациентов и для труда работников. Это для нас огромная радость, потому что мы этого момента ждали довольно долго. Оно позволяет перенаправить операционные потоки из основного оперблока в эту амбулаторную операционную. Причем она, конечно, качественная намного лучше, чем наша старая операционная. Приятно, что те и финансовые, и организационные, и интеллектуальные ресурсы, которые были потрачены на создание такого современного высокотехнологичного центра, оказание офтальмологической помощи, потрачены полезно, правильно, результативно. Обеспечить повышение доступности высокотехнологичной помощи для наших граждан. А это действительно актуально, когда речь идет о сложных операциях на зрении, на глазах. Ежегодное число операций в клинике составляет 2-2,5 тысячи операций. После капремонта и перевооружения поток операционного обслуживания предполагается увеличить практически вдвое – до 4 тысяч больных. Процесс модернизации офтальмологической клиники будет продолжен. Речь уже о начале ремонта – главный операционный, который также будет сопровождаться покупкой современного оборудования. Путь на прием к врачу начинается с регистратуры. И вот этот путь каждый человек хочет проделать как можно быстрее. В декабре прошлого года в Архангельской областной консультативной поликлинике была запущена в работу система электронной очереди. Теперь время ожидания заметно уменьшилось, при том качество обслуживания возросло. К слову, за день через регистратуру проходит более 400 человек. Мнение пациентов о работе регистратуры узнаем прямо сейчас. Если театр начинается с вешалки, то поликлиника с регистратуры. В Архангельской областной она электронная. Путь к нужному специалисту начинается вот с такого терминала. Пациент выбирает врача, подтверждает свое намерение и получает личный номер очереди в регистратуру. Когда он появится на специальном экране, добро пожаловать к окошку. Вызыв дублируется также с помощью громкоговорителей. У нас уже прошло около 60 тысяч человек, то есть талончиков. Поэтому пользуются спросом. Многим это нравится. Алексей Вахмянин приехал из Плесецка. Свой талон он уже получил. Ждет, когда подойдет его очередь. Намного удобнее. Раньше были большие очереди. Сейчас талон. Буквально взял талон и думаю, что через пару минут меня уже вызовут. И вот на экране загорается номер 272. Алексей подходит к окну регистрации и уже через минуту получает направление на прием специалиста. Электронная очередь призвана сократить или полностью ликвидировать живую очередь к окнам регистратуры. За год в поликлинику обращаются более 100 тысяч человек. Нам стало спокойнее работать. Взяли талончик, пригласили к окошечку, оформили, отправили. Для удобства пациентов в регистратуре работает 10 окон. Кроме очевидного удобства, такая электронная система дает пациенту уверенность. Нужный специалист будет на приеме в нужное время. И это будущее каждой поликлиники, которая располагается в Архангельской области. Посмотрите, как удобно. Люди могут записаться онлайн, люди могут записаться по телефону, люди могут записаться непосредственно при посещении больницы. И что самое важное, мы исключили столпотворение, нервозность возле окошечек для записи. Подобная система записи появится во всех учреждениях здравоохранения региона. На очереди – первая городская поликлиника Архангельска. От настоящего к будущему. В Архангельске идет строительство перинатального центра. Его ввод в строй позволит вывести на новый уровень качество оказания медицинской помощи северянам. Пока на объекте влавствуют люди в касках, а вот когда же настанет черед людей в халатах. Этот вопрос стал лейтмотивом визита на стройку главы региона Игоря Орлова и мэра Архангельска Виктора Павленко. Перинатальный центр станет единственным в области, где будут собраны лучшие практики и опыт родовспоможения. Он рассчитан на 130 коек, предусматривает несколько родильных залов и операционную для новорожденных. Ежегодно учреждение сможет принимать более 2,5 тысяч родов. Для нас, конечно, здание является очень важным. Это позволяет использовать то дорогостоящее высокотехнологическое медицинское оборудование и на пользу наших беременцев. Сегодня на объекте завершено устройство фундамента. Решился вопрос и с коммуникациями на территории строительства. Самое главное мы выполнили, все вынесли, все перенесли, все сети вынесли, поэтому нам ничего не мешает. Одна из приоритетных задач уже к ноябрю приступить к отделочным работам и монтажу внутренних инженерных сетей. План есть, план намечен. Будем, конечно, стремиться к тому, чтобы его реализовать. В следующем ноябре нам нужно будет сдать готовый объект. Конечно, это требует действительно таких очень серьезных усилий. Надеюсь, что все участники их реализуют. Строительство перинатального центра – яркий пример сотрудничества региональной власти и Архангельского муниципалитета. Учреждение уже включено в новую программу развития города как областного центра. Мы рады, что в городе Архангельске этот центр строится на средства федерального и областного бюджета. От нас зависят и другие вопросы. Вопросы вовремя подключения, согласования, благоустройства и так далее. Мы здесь тоже будем вместе. Новая программа развития Архангельска как областного центра будет окончательно сформирована к 15 августа. По ней в Архангельске будут построены и другие современные поликлиники и больницы. Предполагаемая стоимость программы – около 10 миллиардов рублей, как бюджетных, так и частных инвестиций. Как мы только что увидели из сюжетов, охрана здоровья жителей Архангельской области была и остается одним из приоритетных направлений работы властей Поморья. О том, что сделано и какие задачи еще предстоит решить, узнаем у министра здравоохранения Архангельской области Ларисы Меншиковой. Лариса Ивановна, добрый вечер. Добрый вечер. Если говорить о переменах, что на Ваш взгляд, какие знаковые события произошли в сфере здравоохранения? Давайте говорить за последние три года. Конечно, прежде всего это завершившийся долгострой нашего хирургического корпуса областной клинической больницы. Это акушерско-гинекологический корпус в Котласе. Мы его так в своей среде называли Южный перинатальный центр. Это, конечно, ФАПы, которых более 20 за эти годы появилось новых. Это два филиала станции переливания крови в Котласе и Вельске. Это Черевковская амбулатория, это Пермиловская врачебная амбулатория в поселке Самодет и много-много других объектов. Всего мы отремонтировали еще порядка более 30 объектов на сумму более 100 миллионов рублей из областного бюджета. И это позволяет все-таки нам, хотя, может быть, не такими быстрыми темпами, как хотелось, но обновлять и облик наших учреждений. Это очень важно, чтобы пациент был в комфортных условиях, в удобных, в красивых, в современных. Сегодня все чаще говорится о необходимости развития государственно-частного партнерства. Этот термин уже на слуху примителен к сфере здравоохранения. Эта форма уже находит свое применение? Безусловно. У нас реализуется достаточно много проектов в этой части, и Архангельск здесь в лидерах. То есть из тех проектов, которые уже реализованы, я бы хотела сказать прежде всего о проекте «Новая скорая помощь». Это аутсорсинг транспортных услуг, то есть предоставление нового абсолютно автотранспорта, предназначенного для санитарной транспортировки сторонней транспортной организации. То есть медицинская составляющая, экипаж – наш транспортное средство аутсорсера. И наша станция покупает эту транспортную услугу у компании. Но это позволило нам что? Во-первых, обновить полностью автопарк, и машины новые, соответственно, меньше ломаются, они более правильно эксплуатируются профессионалами. И более комфортно. Конечно. Параллельно с этим проектом «Новой скорой» у нас есть еще и совершенно новый проект по ГЧП – это «Скорая помощь. Шанс». Эта же самая «Скорая помощь» участвует в оказании бесплатной медицинской помощи для наших пациентов. И точно так же, как при вызове 03 может прибыть экипаж наш государственный, и точно так же может прибыть экипаж «Скорой помощи. Шанс». Который будет ближе к пациенту. Совершенно верно. Ближе к пациенту. И еще бы мне хотелось сказать о том проекте, который уже реализован, это гемодиализ. Сейчас у нас пациенты очень довольны тем уровнем оказания помощи, который идет в центре гемодиализа. Центр ЭКО также работает у нас в рамках системы АМС. И мы хотим, чтобы получился, сложился проект со строительством поликлиники в районе Майской горки. Мы плавно подошли к вопросу о будущем. Хочу задать традиционный журналистский вопрос. Какие планы у вас на ближайшее время, какие объекты здравоохранения будут введены в строй в Архангельской области? Прежде всего, это проект «Шаг навстречу». То есть мы знаем, что самая большая проблема, которая у нас в медицине есть, это доступность амбулаторной помощи. И поэтому мы призываем все поликлиники города, этот проект, кстати, по инициативе губернатора нашего реализуется, в том, чтобы они сделали шаг навстречу пациентам. Что это значит? Это значит удлинение времени приема вызовов, удлинение времени работы поликлиник, работа в субботу, работа в субботу-воскресенье. А дальше мы хотим, чтобы летом как бы вот эту технологию отработать, а с сентября хотим перейти уже на такой, ну, более, ну, как скажем, привычный ритм, чтобы это вошло не в качестве какой-то акции, а уже в системе. А если коснуться строительных задач, какие объекты будут введены? Это Плесецкая поликлиника, которая такой же долгострой, как наша областная больница, но, слава богу, все выходит на завершающий этап, и мы сейчас уже озадачены покупкой мебели. И второй объект очень значимый – это ремонт оперблока первой городской больницы. Тоже очень давнишний проект. Наконец-то в этом году удалось найти средства и на ремонт, и на приобретение оборудования. И мы тоже надеемся, что строители со своими обязательствами справятся, и уже осенью там будут в этих новых операционных прооперированы первые пациенты. Спасибо большое. С удовольствием приедем на перерезание красной ленточки на Василии. Хорошо. Спасибо. В студии программы «Автограф дня» была министр здравоохранения Архангельской области Лариса Меншикова. Зеленые отрасли, зеленый свет. Сразу три соглашения по поддержке предприятий МИЛПК лесной инфраструктуры и единого лесопожарного центра были одобрены на заседании правительства Архангельской области. Система соглашений с арендаторами лесных угодий правительством региона действует уже несколько лет. Федеральных вложений на проведение лесоустройства не хватает. Поэтому средства частных компаний составляют серьезное подспорье в работе. Пожалуй, это, наверное, единственный регион имеет вот такой механизм соглашения с арендаторами по областному превышению над минимальной ставкой по лесным платежам. И он эффективно работает. Вот у нас уже пятый год. Мы очень много решили социальных проблем. Мы решаем социальные проблемы в этом году. Мы строим новые мосты, разрабатываем проектно-смертные документации. Мы ремонтируем детские сады и школы, где крыши, где чисто здания. И при этом решаются проблемы лесного хозяйства области. Суммы поступают разные. С 25-м лесозаводом заключено соглашение о закупке запчастей для единого лесопожарного центра на 4 миллиона рублей. С ЦБК о ремонте зданий и сооружений этого же центра в районах области и лесоустройстве в Архангельском лесничестве на сумму более 7,2 миллиона рублей. Поморский лесной технопарк софинансировал проведение лесоустроительных работ в Коножском лесничестве на 1,3 миллиона рублей. Комментируя доклад профильного министра, глава правительства Архангельской области Игорь Орлов отметил, что система отношений, которая сегодня установилась в регионе с лесопользователями, решает не только практические задачи нашего лесного комплекса, но и социальные. Эту практику необходимо продолжать. На этой неделе завершилась регистрация кандидатов на должность губернатора Архангельской области в окончательном списке претендентов 5 фамилий. Документы проверены, замечаний нет. Далее выдача именных удостоверений кандидата на пост губернатора Архангельской области. Получил его и действующий глава региона Игорь Орлов. Волнение все уже давно позади. Идет очень большой и очень сложный процесс, который заставляет действительно серьезно мобилизовать и ресурсы, и силы, и здоровье, для того, чтобы в рамках вот этого отчетно-выборного периода для меня, как для губернатора, все прошло на достойном уровне. И люди узнали и не только о том, что сделано, но и о планах, которые у меня есть как у кандидата. Помимо Игоря Орлова, выдвинутого от партии «Единая Россия», 6 августа были также зарегистрированы представители от партии КПРФ и ЛДПР Василий Павлов и Ольга Осицына. А 31 июля – кандидаты Надежда Краева и Владимир Керцев от партии «Справедливая Россия» и «Коммунисты России». Следовательно, у нас в бюллетене избирательной будут включены фамилии пяти кандидатов. На ближайшем заседании мы будем как раз утверждать текст бюллетеня. И, соответственно, эти три кандидата, которые сегодня были зарегистрированы, приобрели статус зарегистрированного кандидата. Процесс подготовки к выборам идет в штатном порядке, без сложностей, отметил председатель обл. избиркома Андрей Контеевский. Сейчас ведется работа по уточнению списков избирателей, а 8 августа состоится жеребьевка по распределению времени предвыборной агитации кандидатов в СМИ. Продолжается обсуждение программы развития Архангельской области Игоря Орлова. С документом познакомились и активистки Совета Женщин Поморья. В документе озвучены все направления развития региона, как в экономике, так и в социальной политике. За последние три года в области построено 12 детских садов, а в настоящее время ведется строительство еще 11 зданий для дошкольного образования. В ближайшие пять лет появится более 20 фельдшерско-акушерских пунктов, перинатальный центр в Архангельске. Будет продолжено формирование образовательных кластеров в системе профтехобразования с участием предприятий Северодвинска, Коряжмы, Устянского района. Мы как раз по всем направлениям женское движение, как общественная структура работает в области. Сегодня большая работа по области начата региональным женским движением. Сегодня в Вельском муниципальном образовании идет тоже обсуждение этой программы. Идет в Вельгорском, Карпогорском, то есть везде, практически во всех, в Мизине. Проект пройдет обсуждение на местах, после чего собранные предложения обобщат и передадут Игорю Орлову для совершенствования программы развития региона. Тренажерный зал на улице. Сегодня в Архангельске на базе регионального центра спортивной подготовки «Поморье» была открыта новая спортивная площадка. Елена Матвеева посетила первую тренировку в зале под открытым небом. Взмах ножниц и новая спортплощадка у регионального центра спортивной подготовки «Поморье» открыта. Накануне Дня физкультурника Архангельск получил современный тренажерный зал под открытым небом. Заниматься на площадке можно будет 7 дней в неделю, с 6 часов утра до 11 вечера, что немаловажно, абсолютно бесплатно. Каждый сможет подобрать для себя оптимальную программу занятий. Сделать это будет довольно легко, ведь площадка оборудована тренажерами на все группы мышц. Здесь и брусья, и турники, и велотренажер. Все снаряды в действии одними из первых испытали опытные тяжелоатлеты. Все тренажеры предназначены для работы с собственным весом, поэтому тут нагрузки нет, сколько ты весишь, только и себя, получается, поднимаешь. Поэтому тут в основном принцип такой, сколько можешь, только и делаешь. Открытие спортплощадки на Гагарина 8, корпус 1 – очередной этап реализации губернаторского проекта по строительству так называемых плоскостных спортивных сооружений. Выявилось уже более 80 таких сооружений. Еще в этом году мы откроем 30 спортивных площадок и хоккейных, и мини-футбольных, и таких вот уличных тренажеров. Каждый день специалисты будут осматривать сами тренажеры для того, чтобы где-то расшатались болты, где-то нужно что-то потянуть, исправить. Поэтому нет сомнений, что техника безопасности будет здесь выполнена. Кстати, на каждом тренажере размещено не только его краткое описание, но и программа занятий и все меры безопасности. Важно, что заниматься смогут и взрослые, и дети. Важно, чтобы был человек здоровым и был сильным. В Архангельске за минувшие три года появилась 21 спортивная площадка. До конца 2015-го планируется открыть еще две. Всего же в ближайшие годы в регионе будет открыто еще 100 спортивных площадок. На этом программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи в эфире, в рамках которого мы снова будем говорить с вами о главном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова